Производство газеты начинается в редакции. Здесь журналисты подбирают темы для статей и определяют размер материала. Потом корреспонденты, словно охотники, добывают информацию о фотографии снимки. Оформляют это все в один материал и сдают редактору на проверку. У нас есть, скажем так, дедлайн. Это в районе четырех часов. В четыре часа уже газета должна быть отправлена в типографию. До этого времени, помимо редактора, тексты журналистов проверяют корректоры на наличие недочетов. Затем материалы сдаются на верстку, где так называемые газетные дизайнеры множество текстов о фотографии собирают воедино. Причем на полосу, а это одна газетная страница, тратят не более 40 минут. Сверстанную газету по электронной почте отправляют в типографию. Здесь полученные в электронном формате газетные полосы отправляют на печать, но не на бумагу, а на алюминиевую пластину. Это будет общая форма, с помощью которой изображение уже будет переноситься на бумажные листы. Это в принципе как принтер действия. Только единственное, что здесь лазером рисуется на пластине изображение необходимое. То есть оно проводит лазером в нужных местах и формируется изображение. На одной алюминиевой пластине помещаются четыре газетные страницы. В процессах переноса с компьютера занимает несколько секунд. При этом используется технология позитивного копирования. Разжигаются все пробельные элементы, ну то есть пустое место. А то, что буквы, которые непосредственно там и изображение, которые будут потом переноситься в магазин, то они не прожигаются. После этого на пластине появляется практически невидимое для глаза изображение. Чтобы оно стало ярким, алюминиевый лист отправляют в проявитель. Именно здесь смывается та часть изображения, которая не будет задействована. И это будет именно называться пробельным элементом, то есть это будет пустое место на газете. С отпечатанными на пластине газетными полосами мы попадаем в святая святых типографии – печатный цех. Здесь уже изображение газетных страниц перенесут на бумагу и размножат. Процесс изготовления печатной продукции начинается с того, что печатная форма ставится на формный цилиндр. Вот вы можете его видеть. Запускается печатная машина. Но перед запуском еще одна деталь. Сотрудники отстраивают подачу воды и краски. Кстати, последняя находится совсем в другом зале и поступает в цех по специальному трубопроводу. Именно отсюда краска поступает в печатный цех. Традиционно для печати газеты используют четыре цвета. Это голубой, желтый, пурпурный и черный. Больше всего тратят именно черной краски. В неделю уходит одна такая бочка. Это 200 килограммов. А вот теперь уже можно запускать производство. Печатание тысяч экземпляров занимает несколько минут. Машина сама переносит изображение на бумагу, множит его, а потом одну большую газетную ленту преобразует в привычный читателю формат. Разрезает, складывает и выдает уже стопочками. Но на этом процесс не заканчивается. Дальше газетные кипы относят в отдел сортировки. Вот она и гершает. Здесь работники отчитывают конкретное количество газет для каждого района Владивостока и других городов Приморского края. Допустим, возьмем город Артем, например, газета «Владивосток» ежедневная. Например, образно скажем, 200 подписчиков. И вот именно надо положить 200, отчитать 200 газет, их завернуть и отправить. Весь типографный процесс занимает не больше двух часов, потому что газета, как золушка, должна успеть к назначенному времени. Ровно в 6 вечера водитель увозит бумажные кипы из типографии и ровно в 19.00 привозит их на главпочтамт. Оттуда уже газеты попадают на другие машины и поезда, которые доставляют продукцию до точек продаж. Самое главное не опоздать, потому что если я опоздаю, машины, поезд тоже по времени ходят, сами понимаете. И все, и газета не попадет. Обычно трудоемкий процесс создания газет не видим, но каждое будничное утро читатель может найти на прилавках свое любимое издание. Спасибо большое. Ирина Макрецова, Андрей Макаров. Новости на восьмом.